Лети-лети лепесток через запад на восток. Легенда это не то, что было или будет. Легенда это то, что всегда есть. Но так уж и работает ум человека, что все многообразие жизни он предпочитает разложить по полочкам, упростить и навесить туда ярлыки. Именно этот прикол нашего восприятия активно используют грамотные люди в рамках продвижения неких коротких, но очень заразных идей. Ну, например, какая из этих марок по-вашему наиболее безопасная? Нет, не Volvo. Но именно этот бренд больше других продвигал мысль о том, что их машины самые безопасные. Для тех, кто не в курсе, термин бренд на языке Пушкина значит всего лишь ярлык. Далее. Все знают имя первого космонавта, но кто помнит имя второго, третьего или пятого? Вывод. Не знаешь, как быть лучшим. Будь первым. Но мы вроде бы хотели запилить топ-10 самых легендарных машин. Так что поехали. Ранглер от Шильдика Джип. Это как Ленин в Мавзолее. Будучи полностью мертвым, он до сих пор немножечко жив. Недаром название одной машины превратилось в название для всех автомобилей повышенной проходимости. Как по бездорожью, так и по чертогам нашего разума. Гражданскую версию военного джипа Вилли сделали с 1944 по 1986 год. Потом запустили Ранглер, сменивший к нашему времени уже три поколения. И это не только маркетинг, который паразитирует на заслугах прошлого. Это реально прикольная тачка. С помощью двух ключей, идущих в комплекте, можно разобрать и собрать практически всю машину. Надежный, универсальный и легко поддающийся тюнингу внедорожник. Между прочим, Ранглер переводится как Кричащий. А мы переходим к девятому месту. Классная тачка Бэха-7 в легендарном 38-м кузове. Боевая машина вымогателей – это пик развития чехла для перевозки бейсбольных бит. В лихие годы рыночной экономики было очень плохой приметой ездить на кладбище ночью в багажнике Е-38. Эту машину прекратили делать в 2001 году. Однако до сих пор, коли приложить талант, ее еще можно найти в более-менее живом виде. А вообще замечательное было время – разборки, стрельба из танков по Белому дому, демократия в общем. Восьмая строка и Мерин 123-й. Вероятно, это самый надежный и самый лучший седан 20-го века. Автомобиль эпохи 80-х годов. Это как холодильник марки Зил, который вероломно пережил всех моих бабушек, дедушек и, вероятно, будет работать еще около тысячи лет. Удивительные моторы 615, 616 и 617. Вот кузов уже сгнил, а дизель даже на пробеге 2 миллиона как новый. Реально ничего более неубиваемого в природе не существует. Разве что лом или кувалда. Однажды руководитель Даймпли рассказал, что надежностью этой машины компания роет себе могилу. И коли сегодня найти где-нибудь в музее такой аппарат, выкупить и гонять по выходным, то запаса его прочности хватит приблизительно навсегда. Низкий поклон вражеским инженерам и лютый позор их потомкам. Ну как после какого-нибудь 104-го мотора они умудрились накреативить к примеру 272-й? Что это такое? Даст бог, на той неделе снимем обзор на 123-й, коли до той поры его не продадут. Porsche 911 и седьмое место. Автомобиль вне времени, вне логики и вне прагматики, как и все настоящее. В отличие от других машин данной марки 911 это имя, только не буквами, а цифрами. Оппозитный шестигоршковый мотор позади задней оси, и кто бы мог подумать, что такая компоновка станет легендой в мире автомобильной промышленности. Как говорит американская поговорка, это настолько глупо, что может сработать. 911 настолько шустрый, что пиндосы назвали свою службу спасения тоже 911. Заметим, что Фердинанд Порше приложил руку и к появлению еще одного мега-легендарного аппарата. Шестое место и ЖУК, автомобиль Третьего Рейха. Начиная с 1938 и заканчивая 2003 годом, было выпущено почти 22 миллиона этих тачек, что вряд ли когда-нибудь и кто-нибудь сможет повторить. По обещаниям Гитлера, каждая германская семья должна была заиметь такую машину, однако планы поменялись, и вместо этого Пиплу выдали повестки на службу Вермахта. Хотя была и военная версия ЖУКа, Кюбельваген, катайся не хочу, Алоязыч сказал, Алоязыч сделал, а мы едем дальше. Ну и куда же без Крузака, который занимает пятое место в нашем рейтинге ярлыков? Речь, понятное дело, про 80-й кузов. Абсолютная легенда неубиваемости и проходимости. Максимально простой, и в то же время на разработку его механической части были потрачены огромные бабки. Народ настолько уверовал в живучесть этой машины, что вот уже третий десяток лет ее топят в болотах, морозят за полярным кругом и перегревают в пустынях. А мы переходим на новый уровень. Легенда из мира роскоши, денег и власти. Роллс-Ройс на четвертой строке. В 1905 году электрик по имени Генри, а также упакованный мажор-автогонщик по имени Чарли организовали небольшую компанию. Первый был руками, а второй – головой предприятия. Потом оба умерли, а в 1987 году железная леди Маргарет Тэтчер приватизировала Роллс-Ройс и примкнувший к ним Бентли в пользу правительства. В результате, при упоминании таких понятий, как пафос и чопорность, в памяти возникает ярлык Роллс-Ройс. Богиня Ника в ночнушке на капоте, античный храм на решетке и пусть ваши крепостные думают, что вы излишне старомодны. Бронза и тут две замороженные молекулы ДНК. Смешались кони, люди. Нива и Гелик. А что тут скажешь, вроде бы и там, и там внешне ничего не меняется. Но разрыв, сука, стремительно увеличивается. И на данный момент между Нивой и Геликом пропасть размером с Марианскую впадину. Вероятно, инженеры из Тольятти и где-то не там свернули на тропе эволюции. Может быть, чтобы идти в ногу, со временем недостаточно монеток под стеклом и янтарной ручки с крабиком на коробке передач. Может быть, недостаточно убрать подсос и воткнуть китайскую магнитолу с флешкой. Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Вот, блядь. Лендровер-защитник на второй строке. Изгой и отчаянный проходимец по природе. Допустим, вы лютый социопат и внезапно решили стать отшельником. В этом случае Дефендер – идеальная тачка. Его стихия – непролазные просторы, свобода и система помощи, которая не дает движку заглохнуть в натяге. Только механика, только хардкор и блокировки каких только нет. А на первом месте, конечно же, Лада Приора. Это в параллельной вселенной, где живут орки и гоблины. А у нас – кабан. 102-й сонет Шекспира, исполненный в железе по-немецки. Пик тевтонского гения в части инженерной мысли. Кожа, прицел и безумная надежность. Рубль сорок – это ощущение ускользающего времени творчества и зловещего интеллектуального превосходства. Да, было время. Ну, я больше не знаю, что сказать. Все уже сказано. Вполне возможно, что мы кого-то забыли и ошибочно обошли вниманием. Так что пишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Более того, вне топа идут и мои личные эротические предпочтения. Марк 2, Хаммер и ГАЗ-66. Ломай систему, воруй цыган. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. Сколько всего нужно сделать. Главное – не покупать современное говно. Спасибо, что смотрели и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok